6 клеточек на 2 клеточки. Нарисован прямоугольник и треугольник. Приложите к нему какой-нибудь треугольник. В стопочке написано, треугольники должны иметь общую сторону, но не должны перекрываться во внутренних точках. Так, чтобы получился равноведренный треугольник. Чем больше случаев вы нарисуете, тем лучше. Давайте объясню для всех. Цель при помощи добавленного треугольника превратить в равноведренный. Сейчас скажу, сколько здесь картинок. Я могу 3 нарисовать. А вот я сейчас узнаю, это много или мало. Это мало. Здесь нарисовано 7 ответов. То есть то, что ты можешь нарисовать 3, это конечно замечательно. Но на самом деле ответов здесь 7. Требуется дорисовать к этому треугольнику еще один треугольник, чтобы в результате получился бы равноведренный треугольник. Вот он в центре нарисован треугольник. И давайте я его заштрихую. Так вот, требуется дорисовать к нему треугольник, чтобы вместе с заштрихованным возникал бы у нас равноведренный треугольник. Кстати, вершина не обязана лежать в узле клетчатой бумаги. То есть иногда будет в узле, но не всегда. Иногда будет и не в узле. И таких способов должно быть 7. Давайте я вам покажу, скажем, один из самых простых способов. И отмечу вот эту точку. Вот смотрите. Вот если поставить точку сюда, то совершенно очевидно, что когда вы так вот проведете, добавите вот этот треугольник, получится равноведренный. Согласны? Почему равноведренный? Потому что этот отрезок правильный этому. Замечательно. Да, он здесь еще. А вот оказывается, что есть еще 6 способов. И еще 3 считается. Да. Не, ну если там, не знаю, там... Давайте так. 3 считается мало. 4-5, это уже имеет смысл. Лучше все 6. У меня оказывается, есть 5 способов. Молодец. Постарайся довести до 6? Хорошо. Ну, чтобы все способы были. Ребята, обратите внимание еще. На Олимпиаде эта задача была труднее, чем я вам сейчас сказал. Потому что на Олимпиаде школьникам не сказали, сколько будет способов. Если бы написали, придумайте 7 способов, то иногда верен, что решило бы гораздо больше народа. Потому что, ну, 7 способов, нашел 7 способов замечания. А так, ищешь эти способы, нашел несколько штук, и дальше уже не понимаешь, а их нет, потому что их нет, или их нет, потому что я не могу найти. Вот, к сожалению, так иногда делают для того, чтобы дать, что называется, спортивный элемент Олимпиады. Так. Нет, нет, нет. Это я сегодня рассказываю о городской Олимпиаде, которая будет завтра. Ну, разумеется, мы решаем задачи не делать, которые будут завтра, а задачи у нас. Сейчас скажем, это задача, которая была в 2000 году. Мне нужна вот эта точка. Тебе нужна вот эта точка. Каким способом она устроена? Так, чтобы вот этот отрезок равнялся этому. Правильно? Замечательно. Ставь сюда число 2. Тебе вот эта точка. Эта точка. Это число 5. Ну, чтобы с книжкой совпало. Дальше. Отчитываю вверх 4 клетки. Да. Число 7. Так, а почему он будет равноведренный? Потому что вот этот отрезок, горизонтальный, да, число 7. Молодец. Теперь продолжаем вот это пример. Ну, так, чтобы... И вёрт, ножку цифры... Да, да, да. Вот этот отрезок равнялся этому. Замечательно. На самом деле, будет не здесь, а чуть раньше. Так, будет точка 6. Ну, это надо просто цифрым нарисовать. Действительно, есть такая точка. 6. Теперь продолжим этот отрезок. Да. Вот, замечательно. Ответ неверен. Почему? Это будет правильно. Потому что, когда ты дорисуешь, к сожалению, не один треугольник, а два. Это неправильно. Значит, ребят, он не догадался до третьей и четвёртой точки. Пожалуйста, садись и ищи. К сожалению, нет. Следующий. Заметьте, ребята, чем замечательна эти олимпиадные задачи? Можно долго теоретизировать, вот равнобедренный треугольник, что такое равнобедренный треугольник, и так далее. А можно вот решить такую задачу и гораздо лучше запомнишь. Там, где точка 2, он идёт следующим образом. Мы, смотрите, вот здесь вот у нас сколько клеточек? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да? Когда у вас здесь 6 клеточек, а здесь 8, то вот это расстояние, это 10, по теоретам Пифагора. 6 в квадрате плюс 8 в квадрате. Так что у нас здесь 10. И здесь у нас, если посмотреть, тоже 10. Здесь у нас 10, и здесь 10. Да, покажите пальцем точку. Точку. Надо показать пальцем. Третью точку. Неверно. Да, пожалуйста. Неверно. Там вообще тревоги. Условий такой, поняли? Надо добавить заштрикованному треугольнику ещё треугольник, чтобы в результате получился бы равнобедленный. Какие будут отрезки равны? Какой? От этой точки, это какой будет равно? Да. Как-то это и это. А вот, молодец. только смотри, если вот это будет равна этой, разве это не будет вот этот отрезок? Будет. Значит, это неинтересно. Нет, в другую сторону. Что такое в другую сторону? Будет равно вертикальному отрезку. Ещё раз, вот эта точка хороша тем, что вот этот отрезок равен этому. Да. А эта точка, какой отрезок будет какому равен? На самом деле, это право, только вы не можете сказать. Какой отрезок, из-за чего здесь будет равнобедренность? За... Из-за си... Из-за си... Где будут те самые равные бёдра? Вы знаете, вот когда это равен этому, то точка вот эта. А какие ещё есть принципиальные варианты? Около седьмого. Что вот этот отрезок будет равен этому. Да? Ну тогда это вот эта точка. А ещё какие варианты? Вроде больше вариантов, да нет. А на самом деле нет. Вот эта точка. Да. И вот эта. Да. Вот эта точка будет равнобедренность. Да. Проведёт она эта окружность. Проведём окружность. вот такого радиуса с центром этой точки. Отлично. Она пройдёт через вот эту точку. Это и будет та самая точка 1. Проведём дальше. Вот так. Не понял. А-а-а. И посмотрим, где она пересекает здесь. Молодец. Молодец. это точка номер 4. Это точка номер 4. Смотрите, как он сказал. Вот так вот, проведя окружность. С этим центром. Отлично, молодец. Точка номер 4. Осталось найти ещё одну точку. Номер 3. Помните точки, куда он показал? Рассмотрим тот же радиус, но рассмотрим сцены в другой точке. То есть, вот с центром этой точки. Молодец. Действительно. Ну, я примерно нарисую. Вот как-то так он проходит. Да? На самом деле, проходит чуть выше, если точно нарисовать. Точка номер 3. Господа, вот это уже решение. Симметрично отразили треугольник. Вот этот отрезок. Отлично. Точка номер 2. Здесь вот 10 клеток. И здесь тоже расстояние 10. Точка номер 3 получается, когда с этим центром, вот таким радиусом, проводишь адроз, когда эти два, здесь право. Точка номер 4, когда с этим центром, таким радиусом. Точка номер 5, когда с этим центром, таким радиусом, туда проводишь, получился треугольник. Точка номер 6, когда вот продлеваешь эту сторону, с этим центром, таким радиусом. 7, это просто-напросто, здесь вот у нас должно быть 6 клеточек, и здесь тоже 6 клеточек. Отлично. Отлично. Молодцы, решили мы эту задачу. Продолжение следует... Продолжение следует...